Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дети рода человеческого Сегодня я вам поведаю Очень важную информацию Взятую из книг Вадима Зеланда Вершитель реальности Апокрифический трансерфинг И взлом техногенной системы Вода – основа жизни От этого нужно отталкиваться В любых рассуждениях На тему энергии, здоровья И долголетия Однако данный факт Настолько проштампован В сознании людей Что с ним соглашаются И тут же забывают Так что не успев начаться Рассуждения на том и заканчиваются Переключаясь на, казалось бы Более конкретные вопросы Повышение энергетики При помощи всевозможных Эзотерических практик Поиск чудодейственных лекарств И таблеток бессмертия Парадокс состоит в том Что о воде Самой простой и привычной В обиходе вещи Люди привыкли ничего не знать Удивительно Здесь я расскажу О свойствах воды Насколько простых и очевидных Настолько и шокирующих Для тех Кто ничего об этом не слышал Но не хотел бы скоропостижно Состариться И попросту сдохнуть Буду называть вещи своими именами Потому что самая постыдная И глупая смерть От невежества Начнем с того Что воду надо пить Или по-другому Чтобы было понятней Надо пить воду Я сейчас сказал какую-то глупость Или что-то очевидное Нет, на самом деле Это совсем не очевидно Конечно, всем известно Что без воды человек умрет Однако многие воду вообще не пьют Я имею в виду чистую воду Любые напитки Это еда И вовсе не потому Что какой-то помешанный Натуропат Однажды ввел такую классификацию Просто наш организм Воспринимает напитки Как то Что требуется Каким-то образом Переварить Усвоить Или выбросить Чистая же вода Для организма Является средством Очистки И поддержания Водного баланса Воду для себя Наш организм приспособился Извлекать из пищи В том числе Из напитков Но как ему очищаться Ведь вы же моете посуду Стираете одежду Убираетесь с помощью воды А организму что делать? Если он не получает Чистой воды для самоочищения Ему приходится Как-то выкручиваться Извлекать воду Из своих ресурсов Представьте Если бы в вашем распоряжении Не было водопровода И приходилось бы Ее добывать Не простым поворотом крана А всякими ухищрениями Вот этим Наш бедный организм И вынужден заниматься Таким образом Пить воду Нужно затем Чтобы организм мог очищаться Любая пища Даже натуральная Его засоряет Не говоря уже о синтетической Вы же не моете Посуду лимонадом Или чаем Некоторые наивные сыроеды Чуть ли не с гордостью Заявляют Что воды почти Или вообще не пьют И они тоже Но уже по другой причине Не хочется Дескать всю воду Они получают Из свежих овощей И фруктов Вот и напрасно Наш организм Очень неприхотлив И нетребователен Он привык Довольствоваться Самым малым Но это не значит Что за ним Не стоит ухаживать Воду необходимо Пить сознательно Даже если не мучит Жажда Не менее полутора Двух литров в день Так же сознательно Как делается уборка Те же сыроеды Опять же с гордостью Хвалятся Что не используют Мыло и шампуни Поскольку тело Их настолько чистое Что все это Становится Излишним Оно то конечно Чистое Но не стерильное Через кожу Все равно Выводится Всевозможная Промышленная Грязь Которой тотально Пропитана Вся окружающая Среда И растения В том числе А отмершие Клетки кожи Образующиеся На ее поверхности Каждый день Тоже соскребать И смывать Не надо Теперь Очень важный Вопрос Какую воду Следует Пить Обычная Водопроводная Вода Для этого Не годится Она чисто Техническая Ею можно Мыть пол Машину Унитаз Но никак Не пить Человек На земле Развернул Очень активную И очень грязную Деятельность Все время Что-то Производит Сжигает Постоянно Экспериментирует С радиацией И химией Мусорит Сливает Отходы Удобряет Отравляет Поля Куда ни глянь Все связано Загрязнением Окружающей Среды Ну а поскольку У нас Засоренной Природе Происходит Круговорот Воды То вода Это никак Не может Быть чистой Если только Ее не добыли Из доисторического Льда Не стоит Доверять И так называемой Чистой Питьевой Воде В бутылках Не будьте Наивны Не чистой Нет никакой Гарантии Что эта вода Не была Налитая Из обычного Водопровода Как зачастую И делается Не стоит Надеяться И на фильтры Которых Сейчас развелось Большое Многообразие Фильтры Это для Неосведомленных Людей Которых Легко Развести Убедительной Рекламы Дескать Очистил Воду Нашим Супер Фильтром И будь Спокоен Пей На здоровье Не забывайте Подмечать Как и куда Уводится Ваше Внимание В действительности Вода Содержит В себе Примеси Которые Невозможно Из нее Вывести Обычной Фильтрации Это Соли Тяжелых Металлов Радионуклеиды Всевозможная Химия И так далее Вплоть До Трупных Ядов С Городских Кладбищ Проснитесь Наконец Не позволяйте Себя Вовлечь В коммерческие Проекты На которых Более Осознанные Люди Зарабатывают Деньги Ваши Деньги Схема Бизнеса Очень Проста Сделал Грамотную Рекламу Убедил И Собирай Прибыль Неудивительно Если Скоро Начнут Продавать Воздух Которым Якобы Полезно Дышать После Того Как Был Введен Налог На Воздух Вы Стали Меньше Дышать Это Возмудительно Молчать Конечно Первичная Фильтрация Нужна Хотя Бы Для Ванны И Душа Но Пить Такую Воду Все Равно Нельзя Особенно Если Она Хлорированная Ни В коем Случай Не Кипятите Воду Сразу Из-под Крана Хлор При Кипячении Переходит В Нерастворимые Соединения Еще Более Токсичные Чем Он Сам А Нитраты И Они Тоже Имеются В Воде Переходят В Нитриты Которые Так же Еще Более Ядовиты По Меньшей Мере Воду Необходимо Отстаивать В Открытой Емкости Не Менее Суток Но Химическое Загрязнение Это Еще Не Самое Главное Не Меньший Вред Наносит Информационное Загрязнение Вода Из Горной Речки Несет Себе Информацию Нетронутой Живой Природы А Чем Насыщена Водопроводная Представьте Сколько Информационной Грязи Вбирает В себя Вода Пройдя Систему Промышленной Очистки Сплетения Труп Под Землей В Подвалах Квартиры Многоэтажных Домов Весь Негатив Большого Города Записывается В безобидную И чистую На первый Взгляд Воду Как На магнитную Ленту И Вы Готовы Все Это В себя Залить Никакие Фильтры Здесь Не Помогут То же Самое Касается Всех Жидкостей В Бутылочном Ассортименте Итак Если Фильтры Не Спасают Что Ж Делать Единственный Надежный Способ Очистки Воды От Вредных Примесей Это Дистилляция Или Другой Вариант Оттаивание Льда При Заморозке Все Примеси Вытесняются Вымораживаются В середине Льда Образуется Рассол Который Нужно Сливать И Первый И Второй Способ Удаляет Как Химическое Так И Информационное Загрязнение А как Готовить Живую Воду Вы Знаете Я уже понял Что Это Быстро Я не Хочу Завести Карту Я Не Собираю Наклейки Я Хочу Чистую Воду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА